11 апреля 2024 года. Немножко уведу вас в сторону и расскажу о доктрине льда. Лёд – это магическая структура, как и вода. Вода – это очень сильная магическая структура, а лёд – это как бы концентрация магии. Но нашему поколению, вернее нашей цивилизации, вот на отрезке 20-го и 21-го веков, внушают, что этого не может быть, и вообще об этом уже сегодня не говорят. Это забытое явление. Но насколько оно забытое, друзья? Ведь если для простого народа это запрещенный продукт к познанию, то для высших, которые руководят народом, это продукт, который изучается. Когда-то в своё время ещё Гитлер хотел ввести обязательную эту программу в школу, обязательное изучение. Но, к сожалению, друзья, как бы многие оккультные здания, они не то чтобы утеряны, они просто, эти знания ушли в небытие. Но тогда Германия создавала новую религию, в которой не было места прежним достижениям человечества. А каковы они были, прежние достижения, мы же даже не знаем. Мы знаем, что была какая-то в 19 веке столетняя война. Потом эта столетняя война закончилась тем, что люди стали ходить в лаптях, и везде были потопы, сели, и дома все заполнились глиной и песком, что разрушало, конечно, все жилища. И это и была наша цивилизация. Книги, а какие у нас книги остались из древности, мы их не знаем. Мы знаем книги только сегодняшние. Но книги сегодняшние – это ведь практически ничто. Это нас уводят куда-то в дальние дали. А что касается основных понятий, которые были в то время, это начало 20 века. Начало 20 века тогда еще можно было наскрести по сусекам, наскрести какие-то знания, которые одновременно выискивались из деревень, из городов, которые сжигались, уничтожались, вытаскивали знания, знания свозились куда-то в определенные секретные места в виде книг или в виде еще каких-то носителей, а города старались забыть, разрушить. И если, допустим, я, к примеру, вам приведу, какой-то город в Сибири, нет дороги, ее туда не прокладывали, ее загородили рвами, наносной горой или сопкой. Много везде земли, так что привезти туда землю и закрыть дорогу, что куда-то она там идет. А прежде ее могли и взрывать, которая дорога идет, из, допустим, средней полосы в Сибирь, а дальше посыпать холмами. И все, и вы не будете знать, что там дальше идут хорошие дороги, что там дальше находятся прекрасные города. Их невозможно все разрушить, было их слишком много. Но сейчас я вам хочу рассказать о теории льда, которая присутствовала в основе сакральных знаний того периода, когда российские, вернее, СССРовские войска, спецвойска отыскивали эти знания, потому что много было сохраненного как раз на территории Сибири. Туда посылались войска и там отыскивались. И на основе того, что было получено, потом уже в 30-х годах, Германия начала создавать историю, трактовать то, что нарыто было и то, что было раздобыто войсками НКВД, это все пришло друзьям в секретные архивы НКВД и также в архивы Анненербе позже, уже 33-й год, 20-го века. Знаете, в какое-то время мне приснился сон. Это даже не сон, это было явление такое, своего рода видение. Видение, когда я видела три луны. Друзья, это было так давно, когда я не знала об оккультных знаниях совсем ничего, когда сакральных знаний тоже не было. Я родилась и выросла на Чукотке. Какие там сакральные знания? Там книг-то художественных не было. Вся библиотека, знаете, просвечивалась пустыми полками. Вот Эмиля Золя туда завезли, это я помню. И мне как-то его было неинтересно читать, несмотря уже на подростковый возраст, но других книг, вот даже научной фантастики не было ничего. А это было важно, ведь для молодежи всегда важно мечтать. Итак, в своем видении я видела три луны. Большая, поменьше и еще поменьше. Потом я вижу, падает сначала одна луна, которая маленькая, потом упала большая, а средняя осталась. Это то, что мы видим сегодня с вами. Вот эта луна, которая осталась. А было три луны, маленькая и совсем большая, они ушли от нас. Ну, сказать, что они свалились, разбились, да нет. Что такое луна, мы тоже не знаем. Нам об этом не говорят, то, что нам рассказывают, ну, это же то, что не объясняется даже. Кто-то летал, кто-то не летал, были там съемки, не было съемок. Знаете, теперь это уже не так важно, потому что знания человеческие, менталитет, мозг стал развиваться очень сильно. И кому-то уже даже не важно, что были астронавты на луне или не были, что летал ли Гагарин вокруг Земли или нет. Если Земля не шар, то все остальное рушится, все остальные знания. Итак, я хочу рассказать о том, что та доктрина гитлеровской Германии о льде, ледяная доктрина, песнь льда, она зарождалась не в Германии, а в СССР. Она зарождалась в СССР на основе тех документов, которые были раздобыты войсками НКВД в нашей Сибири. На этих знаниях Германия создавала новую религию, которой не было места прежним достижениям человечества. Тогда один из главных идеологов Рейха, Альфред Розенберг, писал, сегодня зародилась новая религия, религия чистой крови, вера в то, что избранность передается с кровью. Это так. Потому что ведь само создание человека на земле мы не знаем. Нам его просто не рассказывают. Это все покрыто тайной, об этом нельзя говорить. Причем это нельзя говорить, уже эта политика сюда вступает в силу, и это уже как бы против власти, или ну просто нельзя говорить, да? Мы даже не понимаем, почему. Почему мы не можем говорить о крови, о чистоте крови? Какая чистая кровь? Но мы этого не знаем, да? Какая грязная кровь? Или она не грязная, или она... Как ее называть, друзья? Нам настолько заморочили и затуманили голову, что мы не понимаем, что происходит с кровью. Евгеника, как наука, вообще для всего человечества умерла. Ну, я понимаю, конечно, думаю, многие из вас тоже догадываются, что Евгеника, даже если она умерла для изучения, то где-то там в тайных организациях Евгеникой занимаются вовсю. А Гитлер верил, что древние оккультные знания вернутся и обретут свою силу и помогут создать религию, достойную чистой крови. Он ее называл арийской расой. Нам пишут, что Гитлер употреблял всю свою зрелую жизнь психотропные препараты. Именно они способствовали появлению у него мистических озарений. Они же помогали ему заражать массы своим безумным зарядом энергии, идеалами. Но, друзья, если человечество утрачивает на сегодняшний день свой энергетический потенциал, но просто он скукоживается, да, у человека не остается энергетического потенциала. Мы все бялые, блеклые становимся, неинтересные. Вот эти три желания собаки Павлова, о которых мы тоже когда-то что-то изучали, я даже не знаю сегодня изучают или нет инстинкты собаки Павлова, потому что как бы я не очень вижу, чтобы школьники эти вещи обсуждали. Так вот, хочу сказать, что вот эти мистические озарения, это открывался какой-то путь на общение, на общение с энергиями, то есть должна пробудиться энергия и должно пробудиться было озарение. Что это было, мы не знаем, но мы говорим всегда о Гитлере, да, он употреблял, он делал, а что Сталин делал? А Сталин был ближайший друг Гитлера. Они были два, скажем, лидера стран. У Сталина была громадная страна, но, скажем, страна третьей значимости. У Гитлера была страна маленькая, но первой значимости. Это руководство жило там, Россия, она подчинялась, как страна вассал. Ну, как было, так и оно осталось на сегодняшний день, как вы видите. Итак, я хочу вам рассказать, что первое время научный мир Германии пытался протестовать, даже доказывая это учение, а учение разработал Ганс Гербегер и те ученые, которые были тогда в институтах, они говорили, что это сущее не лепится, так как оно противоречит всем законам физики. Однако, если законы физики у нас противоречивые на сегодняшний день, они не отвечают ни за один нормальный закон физический, они просто без полезны, эти законы физические в нашей реальной жизни, то тогда о чем же говорили ученые, в чем же они этого Ганса Гербегера осуждали, что это сущее не лепится. В 1932 году Гербегер скончался, и никто не знает, знаете, ведь когда человек умирает, у нас и сегодня людям помогает умирать, а потом говорят, что скончались от атаки сердечной, да, но это ведь не так, или просто от чего-то там долго-долго болел, а он может быть и не болел долго, но нужно было его убрать, и когда Гербегер ушел, перестали сыпаться все эти противоречия ученого мира, но с ученым миром лидер германского государства поступил по-своему, а Гербегер, наверное, это было выгодно или нужно, может быть, он эту доктрину описал, разработал, а потом он уже был не нужен, потому что потом лидер Германии все взял в свои руки, он стал воплощением этой доктрины льда. Почему я рассказываю о доктрине льда? Вы, наверное, поняли. Мы только что с вами проговорили в трех роликах об Арктике. Арктика, которую сегодня помогают строить все государства, которые для человечества находятся в состоянии войны. То есть многие государства сегодня воюют, да, Франция против России, там эти блок НАТО, возьмите весь блок НАТО, все это против России. На самом деле вот они здесь воюют, да, здесь, а здесь в Арктике они все вместе, они из каждой своей страны туда кидают финансы, чтобы самим там обосноваться и жить. Скоро земля наша опустеет, она реально опустеет. Знаете, есть, конечно, места, где люди выживут, где они останутся жить, но это только для малого количества человечества доступно, потому что за свою жизнь кто-то борется, кто-то нет, кто-то, допустим, хочет потратить, вы как олигархи, они тратят свои состояния целые на то, чтобы обеспечить себе место под солнцем в новой стране или в каком-то небесном городе. Ведь говорят небесный Иерусалим, но это же не просто так. Люди воспринимают это, вот это что-то такое, мистификация, небесный Иерусалим. Друзья, это тот город, который построен на небе, и он есть. Но попробуйте, попадите туда, я же говорю, олигархи отдают все свои средства, миллиарды отдают, чтобы себе там место припасти. А люди здесь, на земле, жалеют денег, чтобы спастись. Нет-нет, это неплохо, друзья, это совсем неплохо, если вы поджалели деньги, чтобы найти место, где вы спасетесь. Объясняю, почему. Потому что, значит, там наверху ваше племя, ваша Грегор решил, что вам не стоит оставаться на земле, и вы не чувствуете желание спасти себя или спасти своих детей. Это очень важно. Важно, что вы не чувствуете этого, важно, что вы понимаете, ваш род дал вам указание, приказ. Знает цену спасения только тот, кто реально хочет спастись и спасти своих детей. Потому что, ведь по большому счету, многие из вас не нужны на земле. Ну, какой смысл от вас, людей, которые ничего не умеют делать в своей жизни, которые даже думать не умеют, логически мыслить, вообще многим запрещено. Ну, так устроен наш мир, когда люди не могут думать и логически. Посмотрите многие на свои комментарии, которые вы пишете. Ни начало, ни конца, непонятно, что хотел сказать. В общем, какой-то сумбурный винегрет. Вот так пишите комментарии. Поэтому, ведь все эти доктрины, которые когда-то создавались, они живы. Их никто не собирался отменять, эти доктрины. Но еще раз обращаю ваше внимание людей, чтобы вы понимали, что вы никакие не особенные. Вы действительно не особенные. Вы обычные, ну вот обычные, да, как биороботы говорят, обычные биороботы. Никакой особенности нет. Особенности есть только в мозгу. Если человек умен, это особенность. Если он не умен, это не особенность. И не пытайтесь спасать себя. Нет смысла. Есть, места, куда война не докатится. Есть места, но это уже друзья для тех, кто понимает, что такое спасти свою жизнь. Поэтому скончался ли Гербергер в 1932 году, я не уверена. Или он был отравлен, или он был переселен. О нем говорили так, что это гениальный открыватель, благословенный Богом. Ну а когда он умер, он остался вне критики. То есть некого было критиковать. Так устроен народ, так устроено состояние народного мозга, памяти, чтобы просто забыть быстро. Теорию ледяного мира начали изучать в немецких школах как обязательный предмет. Песнь льда и пламени. Гербергер создал доктрину льда. Пытался претендовать на универсальное отражение законов мироздания и эволюции. Любое событие, происходящее во Вселенной, объяснялось извечной борьбой огня и льда, которая приводила к катастрофе, к большим изменениям. Согласно этой теории, в результате взаимодействия гигантской огненной сферы и космического льда образовалась наша солнечная система. Гербергер так описывает этот процесс. В бесконечной пустоте покоилось огромное тело с высокой температурой, в миллионы раз больше нашего теперешнего солнца. Оно столкнулось с гигантской планетой, состоящей из скопления космического льда. Проникнувшее в сверх солнце массы льда вызвали водяные пары и заставили сферу взорваться. Осколки разлетелись на огромное расстояние и затерялись в ледяном пространстве. Однако часть из них осталась недалеко от центрального тела, впоследствии образовав планеты Солнечной системы. Видите ли, я сама не верю в планеты Солнечной системы, поэтому для меня эта теория льда несостоятельная? Но так ли нам ее передают сегодня? Ведь мы тоже этого не знаем. Единственное, во что можно поверить или, скажем, воспринимать совершенно по-другому, то есть, если Гербергер говорит о том, что осколки разлетелись и образовалось 30 состоящих из-за льда планет, то можно это определить так, что образовалось 30 земель. 30 земель вокруг нас. У нас и сказки есть. Пошла там Настенька за 39 земель в 39 царство. Это и есть 30 земель. И у нас еще есть у Пушкина, что 30 витязей прекрасных выходят из-за вод ясных, да? В общем, если взять этот процесс, то мы должны понимать, что это земли вокруг нас. 30 земель точно есть. Это как по теории Гербергера о льде. То есть льдом перекрываются все земли. 30 земель, которые перекрываются льдами. Друг от друга земли отгорожены льдами. И на сегодняшний день, скажем, Путин и команда нашли эту землю, соседнюю с нами, где с нулевых годов, с 2000-х годов начали строить отдельное государство. Отдельное от вас. Поэтому с 2000-х годов наша страна, Россия, не развивалась, а угасала. Одновременно с этим также угасала Европа. То есть если даже взять первые 10-15 лет, как в России, так и в Европе, вроде как большое расцветание, потому что России открыли железный занавес полностью, и люди хлынули, и туда, и сюда стали, как челноки, бегать из страны в страну и делать себе деньги. То после середины, вернее, после 15-го года, после 14-го началось угасание, угасание нашей цивилизации. То, что было с нулевых по 14-й год, это был такой, знаете, предсмертный вздох, похожий на оживление, на выздоровление. На самом деле это был просто предсмертный вздох. На сегодняшний день вся цивилизация наша на Земле умирает. Об этом знали еще во времена гитлеровской Германии, об этом знали ученые, и они таким образом в Антарктиде строили свое государство. Ведь Антарктида это не то, что вам сегодня рассказывают и показывают. Это совершенно другое. Это тоже переход в соседнюю землю. Что же касается нашей здесь уже Арктики, Заполярья, что же касается этого района, то здесь начали с нулевых годов строить, разрушив прежде первый Севморпуть, который был построен Сталином, выровняв линию и открыв другие ворота, которые там же, ту же самую землю, но они другие ворота. Если у Сталина это был подготовительный процесс, и он заселял севера людьми, причем как за счет гулагов, так и за счет просто призыва комсомольского, когда вся голодная страна Совета рванула туда, где все-таки были какие-то деньги и было сыто, стопроцентная надбавка тогда была на северах, теорию льда, видите ли, о ней толком ничего не известно, поэтому рассказать я вам не могу, со своих слов я могу рассказать, как я могу ее представлять, но то, что касается научного обоснования, то, что Гербергер выступал и давал, я ее не знаю, потому что она сокрыта, она просто сокрыта, есть огульные такие заявления, если у кого-то остались из немцев учебники для детей школьные или вузовские, для детей того времени, там это подробно изучалось и объяснялось, теперь этого не найти, может быть немцы кто-то найдут старые учебники, хотя я думаю все сожгли, ведь именно для этого меняют политическую власть, то одна власть пришла и сказала сжечь все учебники, пришла другая власть, и тоже сказала сжечь все учебники, а в качестве наказания, чтобы никто не сохранил, смертная казнь, поэтому все сдают, своя жизнь дороже, чем этот какой-то учебник со знаниями, да, так вот у Гербергера у него была другая теория, он предполагал, что за всю свою историю наша планета имела четыре спутника Луны, которые последовательно сменяли друг друга, отмечая тем самым геологические эпохи. Каждая луна вращалась вокруг Земли в течение нескольких сотен тысяч лет, меняя орбиту, когда спутник приближался к планете практически вплотную. По словам Гербергера, наступал период гигантизма, в конце первичной эпохи появились огромные растения и насекомые, в конце вторичной динозавры и человек, причем происхождение человека Гербергер объяснял мутации животных под воздействием сверхмощного космического излучения. Он пишет в своей ледяной теории, что первые три Луны упали на Землю, вызвав всемирные катаклизмы, четвертый только предстоит упасть, и, как считает Гербергер, было предсказано Иоанном Богословом. Мы не знаем, кто такой Иоанн Богослов, но не знаем. Вот не надо, знаете, все учебники показывать, рассказывать, тыкать пальцем и говорить, что ты не знаешь, друзья. Да вот все это, да, все это можно веточкой смахнуть, и не думаю я. Я не знаю никакого Иоанна Богослова. Кто такой, где он жил, когда он жил, или это выдуманная фигура, чтобы на нее кивать, чтобы на кого-то, вот как Гербергер, когда он умер, все, о теории забыли, некого стало критиковать. Так же Иоанн Богослов. Был, не был, мы не знаем, но есть такая фигура в легендах. Вот и все. Легенды. Легенды – это не реальность, это не документы. Документально нигде ничто не зафиксировано. Поэтому рассказывать мне о таких фигурах не нужно. Итак, в результате Луна взорвется и превратится в огромное кольцо из камней. Так нам рассказывал Гербергер. Из камней, льда, воды и газа. Пережить последний. Апокалипсис дано только избранным, кем и являются арийцы. Подытоживает Гербергер. Соответственно, вся нацистская Германия тогда переплетала свои взгляды с теорией Гербергера, с его учением. В частности, отголоски его доктрины можно было увидеть в празднике летнего солнцестояния. Но и в России оно есть. Причем здесь это. Понимаете, вот как бы приписывают это Гербергеру, что его теория, его доктрина, праздник летнего солнцестояния и зимнее солнцестояние есть, и летнее. Но это всегда было. Это то, что досталось нам от наших предков, которые только что жили. И не было Христа, не было у них тех богов, о которых сейчас вам говорят. Да, вы привыкли с детства называть это язычеством. И всегда думаете, а почему Россия такая бедная страна? Что с ней не так-то? Но ведь Иваны не помнящие родства, не ганцы не помнящие родства, а именно Иваны. Вы поняли? Именно Русь является той страной, которая не помнит своего родства. Какой Христос? У вас было солнце, у вас была луна, у вас была та доктрина, которую потом начали изучать немцы и взяли себе. Это доктрина, которая жила у зороастрийцев. Ничего нового. Зороастризм. Обычный зороастризм. И науки не преподаются. Потому что, если люди начнут заниматься этими науками, то они войдут, скажем, в знания, которые будут очень опасны правителям. А правителям это опасно тем, что люди перестанут подчиняться. Имея знания, человек перестает подчиняться. Не просто не подчиняться, а он находит возможность, по которым он не будет подчиняться. Не будет подчиняться тому, что диктуется. Теорию Гербергера продолжил Карл Хаусхофер. Карл Хаусхофер о нем тоже говорят, что в 1946 году он якобы умер, скончался. Тоже не так, тоже неверно. Насколько я понимаю, он прожил очень долгую жизнь, почти до 70-х годов 20-го века. Говорят, и Гитлер прожил до 70-х годов 20-го века. И вообще в 1974 году что-то произошло, и всему Советскому Союзу начали прятать артефакты, разрушать остатки, те, которые в городах находятся, остатки прежней цивилизации. И Хаусхофер обосновал и создал общество врил. Общество врил, которое тоже опиралось на черное солнце, на теорию черного солнца. Вы видите, очень много теорий, которые якобы знания заимствованы в Индии, в Тибете. Очень много знаний было взято из нашей Сибири. Но об этом не говорят. Потому что вы видите, какое столпотворение идет на Тибет. Сколько туда идут людей, которые хотят что-то узнать. на Тибет идут, там монахи принимают. А в Сибирь? А в Сибирь туда, где все это было, перекрыты все дороги. Поэтому, если кто-то летает на самолетах и низко над Сибирью, сделайте фотографии Сибири сверху. Вы увидите, что тайга разлинована дорогами ровными от края до края. Сколько вы увидите, это разлиновка дороги, параллели и меридианы. Так построены дороги в Сибири, разбиты на квадрат. Насколько я понимаю, теории магической энергии и ледяного мира, они развивались в своем порядке, они никуда не делись, они получили большое развитие и, вероятно, было определено, то на земле, той, которая уже подверглась бомбардировкам и на земле, где люди подверглись большой мутации, построить цивилизацию чистой энергии невозможно. Поэтому они, Путин и компания, вошли в другие земли и там построили новое государство. Новое государство, где будут магические энергии, где будет ледяной мир, возведены эти два понятия, будут возведены в корону новой империи, которая будет развиваться по новым правилам мира, не таким, по которым живем мы. Поэтому все правила, которые, все законы, по которым мы живем, сейчас рушатся, они уходят в абсурд какой-то, но нас заставляет по ним жить. Соответственно, мир наш будет рушиться, потому что признание абсурдных законов порождает уничтожение цивилизации. В рамках этих абсурдных законов цивилизация сама себя быстро изничтожит. А от этого все те события, которые сегодня мы видим, нелогичные, которые начались, особенно после 2014-2015 годов, эти все события закружили нашу цивилизацию. Все страны мира закружились в общей половецкой пляске, которая обернется всей нашей ячейки земли боком. И вот когда, наверное, останется меньше народу, в это время будет решено уничтожить луну и солнце, которые светят нам сегодня на наших небосклонах. Конечно, они упадут на землю, конечно, это будут большие взрывы, большие волны, которые перевернут наш весь мир. Что и было результатом прошлой войны, которая точно так же перевернула наш мир. И остались вот эти островки земли, на которых мы живем. И то мы живем на меньшей части земли. Земля-то большая осталась, но живет человечество не на всей земле, а на маленьких ее частях. А если сейчас новый поток, то другие земли выйдут на поверхность, а наши земли опустятся вниз. Часть, конечно, останется на поверхности, но это, друзья, уже для другой цивилизации. И если ваши дети случайно окажутся в этих частях земли, то только в таком случае они продлят ваш род. Я думаю, друзья, что многим фиолетово продлится их род или нет. Ну, те, кто действительно хотят. Это Кавказ, арабские страны, они хотят. У них это в крови, в культуре продлевать свой род. Те, которые живут на российской земле, Иваны, не помнящие родства, им все равно. Они не собираются продлевать свой род. Я туда же отношу и украинцам, друзья. Русские и украинцы это все туда же, потому что это все одно. Ну, а кто останется на земле, тот познает новое счастье. Счастье солнца, счастье новой луны и другого абсолютно мира. Я это рассказала вам в соответствии с тем, что Путин и его команда создали новое государство в новой земле. Одно из тридцати, которые нас окружают. Я Таня Карацуба Сеид Бурхан. Сегодня 11 апреля 2024 года. Счастье Счастье Счастье